Я падаю Узнали мелодию? Да, вы не ошиблись. Это лучшая певица Дальнего Востока, по мнению некоторых музыкальных экспертов. А мы ее знаем просто как Люси. Дальнего Востока 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 то, что есть у меня сейчас, я в этом счастлива. Тебе не хотелось расширить диапазон своего таланта, продвинуться на большую эстраду, потеснить метров российской эстрады и стать с ними, ну или хотя бы стать с ними на один уровень. На каждом этапе жизни есть какие-то свои приоритеты. Все-таки вот на данный момент у меня больше приоритет это семья и мне хочется вкладываться больше туда. Я знаю, что творчество оно будет всегда со мной, есть наметки на новые песни. Но сейчас, чтобы популяризироваться, нужно тратить очень много ресурса в сети. А, допустим, последние два месяца у меня как-то вот вообще нету желания и сил на это. Но я понимаю, что если мне двигаться в музыке, ну вот прям развиваться-развиваться, то важно этому посвящать время, нужно делать контент, все вот это вот записывать. И тут встает такой выбор или можешь ты это совместить все. Пока у меня нету такой какой-то необходимости, то есть вот оно как-то сейчас у меня все происходит. Да, скорее всего в каком-то недалеком будущем я начну это все делать более активно. Мы будем с нетерпением ждать. Тем не менее ты уже прославилась на всю страну и даже на ближние зарубежья. В каких конкурсах ты участвовала, где побеждала? Если брать детские, то вот все конкурсы, наверное, которые там есть, там «Молодые голоса Приморья», «Чужина Приморья», вот все, что Приморья, Приморья. Но это было давно в детстве. Вот из последних это «Новая звезда». Ну, это тоже уже 2016 год. Причем в «Новой звезде» у меня такой очень хороший результат во всей России. То есть 85 регионов участвуют, то есть из каждого региона по участнику. И у меня по зрительскому голосованию третье место. Это прям успех. Это прям очень здорово. Голосование шло в прямом эфире. И у нас было 4 утра. 4 утра. Они в 4 утра вот тут вот строчили, голосовали. Владивосток и Приморья до сих пор просто благодарны за такую поддержку. Это было потрясающе. И нам в прямом эфире прямо на сцене объявляли результаты. И это было невероятно. Потом были песни на ТНТ. Я там недалеко прошла, потому что там тоже оказались любители, поклонники песни «Дороже золото». И как часто получается так, что другие песни как-то становятся неинтересны. О, «Дороже золото», все, берем и все. Ну, дальше отыграла и все, дальше не надо. Ну, не знаю. А кроме тебя никто не перепел эту песню? Макс Кобзов сделал. Московский исполнитель. Интересная версия. Мне она очень нравится. Если посмотреть по ютубу и везде, конечно, очень-очень-очень много кто перепевает. Да и мне практически каждые выходные в WhatsApp шлют какие-нибудь домашние видео с гитарой по сиделке. И там вот, то есть она уже превратилась в такую песню, там, как батарейка. Просто они «Я подойду к тебе незаметно под гитару». Вот это все. Вот народная, хороводная. Молодежь, ты, наверное, обратила внимание, очень многие уезжают из Артема. Не только из Артема, из Приморья в целом. А вот ты, наоборот, приехала в Артем. Это тот город, в котором ты можешь реализовать себя на полную катушку? Или это просто такой трамплин семейный? Очень интересный вопрос. Я приехала в Артем, ну, можно сказать, к мужу. Но это город моего детства. Я очень долгое время провела здесь, в Артеме, у бабушки. Бабушка до сих пор живет здесь. Прямо сейчас она сидит с Аечкой, со своей правнучкой. Поэтому для меня это, в принципе, родной город. Творчеством в данное время можно заниматься из любой точки мира. Не обязательно быть в Москве, в Питере. Но есть, конечно, важный нюанс, о котором я всегда говорю. Если у тебя начинаются какие-то концерты и какая-то логистика по стране, вот здесь уже возникают сложности. Потому что с Дальнего Востока, из Владивостока, из Артема добраться куда-то намного сложнее и дороже, чем вот из той же Москвы. Ты сел там в любом направлении, быстренько прилетел. А тут уже приходится. То есть меня неоднократно звали там из Казахстана. А чтобы туда полететь, много времени потратить. И, естественно, это влияет и на стоимость, в принципе, выступления. Потому что то ли ты там за два часа прилетел и на месте, то ли ты сутки тратишь на то, чтобы только добраться. У тебя бывает свободное время? Мне кажется, с маленьким ребенком. Что такое свободное время? Напомните, пожалуйста. Я порой думаю так. Нужно просто вот спланировать так, чтобы ее отвезти к бабушке и чем-нибудь вот просто своим заняться. Потому что я ее отвожу к прабабушке, к бабушке и еду на репетицию по каким-то делам, что я что-то делаю. А так, чтобы я вот отвезла и одна такая осталась. И такая думаю, чем бы я сейчас хотела заняться? Нет, такого не бывает. Но думаю, что это возможно. Просто нужно все продумать. Ты обратила внимание, наш отговор все время возвращается к музыке. А это то все-таки, чем я живу. Потому что мне не столько нравится работа в студии, чем вот эта живая передача энергии, обмен этой энергии. Для меня мои концерты большие, сольные, вот как в Фискохоле, филармонии, это всегда праздник круче, чем вот день рождения. Я даже свой последний день рождения, вот 35 лет, я отпраздновала на набережной концертом. Я просто подарила городу концерт. У меня была мечта вот именно, чтобы это было на закате на фоне моря. И погода была прям чудесная. Все было вот так, как я задумывала. Спасибо. По-моему, эта песня к нашей погоде подходит как нельзя вообще. Кстати, вообще. Ты никак не отметилась в городе Артеме своими сольными выступлениями. Ты не планируешь? Я поймала себя на том, что когда происходят какие-то городские мероприятия, особенно вот там к 9 мая что-то посвященное. Димке мужу своему озвучила. Говорю, ты предлагай, говорю, я готова на таких праздниках просто выйти выступить, подарить песню вот городу. Тем более, что я здесь, я просто в пешей доступности. Я могу прийти и спеть, и для меня это будет радость. И каждый раз я прихожу, думаю, почему меня здесь нет? Ну, то есть, во-первых, меня, я не знаю, стесняются, наверное, приглашать. Может быть, думают, что дорого, может быть, что-то еще. Я не знаю. Единственное, что у меня были концерты здесь в клубе «Маяк». Леша наш хороший друг, очень его люблю, замечательный человек. Поскольку ты упомянула друзей, а у тебя много друзей? Почему-то я задумалась. Ты просто знаешь, что они у тебя есть, и что в любой момент ты можешь к ним обратиться. Очень мало времени для встреч. Я вот день рождения свой. И сейчас еще получается, что день рождения дочери. Я праздную в компании своих друзей. Получается такой взрослодетский праздник. И на мой, и на Аичкин день рождения. Вот как-то так мы собираемся. Получается действительно очень большая компания. И с учетом того, что у одной подруги шестеро детей, у нас в компании получается еще больше теперь. Музыканты, с которыми ты работаешь, они ведь тоже твои друзья? Да. А ты часто используешь фонограмму на своих концертах? У меня бывают иногда подложки с какими-то эффектами электронными. Какие там, ну что-то, что-то что-нибудь такое. Но у меня полноценный большой состав. В целом, когда я приезжаю, допустим, одна на какое-нибудь выступление, ну меня просят, Люсечка, спойте там у нас на свадьбе. Вот там три песни. Естественно, я не везу музыкантов. Ну все, опять же, зависит от масштабов свадьбы. Ну да. Но зачастую я приезжаю одна, и, конечно, я работаю под фонограмму. Ну под минусовую фонограмму. Под плюс я категорически не люблю работать. Просто. Общаясь с тобой, я понял одну простую вещь. Ты очень доверчивый человек. Тебя часто обманывали. Если честно, не могу сказать, что меня часто обманывали. Были, конечно, там какие-то такие моменты. Распадался один состав группы. Как-то было обидно. Но у меня сейчас тот такой состав группы. Я работаю с ними очень редко. Вот собираю, получается, на сольные концерты. Но это тот состав, с которым я всегда мечтала работать. И у меня есть возможность оплатить их работу. Хотя на день рождения они мне сделали подарок. Они играли бесплатно на набережной. За что вот вообще спасибо огромное. Сейчас я задам тебе очень серьезный вопрос. Когда человек выходит, ну вот предположим, да, певица, выходит на сцену или на какую-то сценическую площадку, исполняет песню, она поет голосом или душой? Мне кажется, что в принципе петь надо душой. Голос — это как просто инструмент. А все то, что вот оно поется, оно идет изнутри. На сцене происходит такая магия всегда. Ты выходишь, начинается музыка, и ты погружаешься, просто проваливаешься в атмосферу этой песни, в ее смысл, в ее музыкальное наполнение. Каждый исполнитель, он через себя пропускает и что-то свое добавляет, транслирует. И можно заметить, что в разных исполнениях песню воспринимается совершенно по-разному. Исполнитель, вот он тоже, как и автор, тоже важен. Твое замужество, оно как-то повлияло на твое исполнительское искусство? Я не знаю, я не отследила, если честно. У меня вообще в принципе, благодаря и замужеству, и материнству, произошла трансформация глубокая, эмоциональная и духовная. Каким-то образом это отражается и на исполнении. Не может не отражаться. Ты не из тех людей, которые сначала строят карьеру, зарабатывают деньги, а потом уже выходят замуж, рожают детей. У тебя это все как-то вот комплексно произошло. Беда последнего. Мой концерт во время беременности произошел на сцене физкохола с оркестром. Через неделю появилась на свет дочь, а через месяц она уже у бабушки на ручках, за кулисами ждала меня между песнями для кормления. Поэтому творчество, семья, оно вот все очень... Господи, я очень благодарна, не знаю, судьбе, Богу, вообще всему, тому, как это органично происходит, потому что мне это очень нравится. И вот спустя месяц после родов, вот у меня даже есть фотография, как, а я просто месячная такая вот на фоне зала. Это и есть твоя судьба. Наверное. Мы сами ответственны за свою судьбу. И случайности не случайны. Это, наверное, все-таки тоже из серии «Верить в судьбу». Но эти случайности мы притягиваем сами. Мы просто верим в эти случайности. Что это не случайно? Что это не случайно, да, совершенно верно. Я уверена, я не то что верю, я уверена, что они не случайны. Твоя встреча с твоим будущим мужем состоялась случайно? Как вы познакомились? Познакомились мы в Артеме на Дне молодежи. Мы моей группой выступали на празднике. А Дима подошел сфотографироваться. И предложил, говорит, у меня есть компания, я могу помочь там с афишами, с билетами, если что, обращайся. Потом оказалось, что моя мама была классной руководительницей его двоюродного брата. Ну, в общем-то, много всего заплетено. Точно не случайно. Это была любовь с первого взгляда? Нет, он завоевывал меня, да. А сколько должен зарабатывать, по твоему мнению, мужчина, чтобы быть твоим мужчиной? У меня нет ответа на этот вопрос. И у меня никогда не было таких рамок каких-то. Не знаю. На твой взгляд, в чем главное предназначение женщины? В чем ее мудрость? Ммм, хороший вопрос. Ммм, не знаю. Не знаю. Сейчас, если так посмотреть, многие семьи там распадаются. Но ведь, когда ты глубоко общаешься с другим человеком, и когда ты можешь вот этот вот замочек найти, мне кажется, что все беды, которые происходят, они вот от нехватки любви. Нормальной, правильной любви. Это не то, что там вот залюбить до смерти вот это вот, а правильной такой, адекватной любви и заботы. И поэтому высшая цель вообще, ну, смысл в мире существования женщины – эту любовь транслировать, дарить детям, семье. И мне кажется, это просто ключ к тому, чтобы мир стал лучше. То есть мать – это тот человек, который может изменить мир вообще в огромном масштабе. Но только каждая мать. Это должна каждая мать понимать. Мать понимать. Вот. Ну, такое вот предназначение архиважное. У каждой женщины есть свои секреты, но не каждая готова ими поделиться. Когда говорит женщина, поет ее душа. Когда говорит Люси, поет ее сердце. И мы готовы слушать. Я сделаю тебя счастливым И заставлю тебя страдать Твои глаза горят ярче солнца Я дороже золота Я дороже золота Благодарим за помощь в организации съемок Интерьерную фотостудию «Эмбер» Город Артем, улица Кирова, 191, строение 2 Телефон 8-914-719-73-79 Из-под моих пальцев Не выкрасть отпечатки минут В ритме его танца Автобусы проложат маршрут Времени нет Впрочем нас тоже Да невозможно Вобуваем похожи Этот город, как всегда Дня ложится до утра Крашу губы Как иглы под небом Закопченные трубы Ощущение даже вы Он не спит и я не сплю Дышит море Укрыть его, как свой глаз в ваш доме В пенах пустых улиц Застыли в пробках все адреса Можно не сутулясь Нырнуть его большие глаза Времени нет Впрочем нас тоже Я ощущаю Гранит его кожи Этот город, как всегда Дня ложится до утра Крашу губы Как иглы под небом Закопченные трубы Ощущение даже вы Он не спит и я не сплю Дышит море Укрыть его, как свой глаз в ваш доме Этот город, как всегда Этот город, как всегда Как не ложится до утра Крашу губы Как иглы под небом Закопченные трубы Ощущение даже вы Он не спит и я не сплю Дышит море Укрыть его, как свой глаз в ваш доме Этот город, как всегда Этот город, как всегда Этот город Как всегда Этот город, как всегда Этот город, как всегда Не ложится до утра Крашу губы Как иглы под небом Закопченные трубы Ощущение даже вы Он не спит и я не сплю Дышит море Укрыть его, как свой глаз в ваш доме Лучший Субтитры подогнал «Симон»